Молния стала причиной возгорания в нескольких домах села Привольного Прикубанского района. В результате ЧП пострадала техника в одном строении, а другое здание было почти полностью охвачено огнём. О том, что случилось, расскажет Артур Мхце. Стихия, к сожалению, может не только подтапливать улицы и ломать деревья. В селе Привольном Прикубанского района несколько молний ударили по жилым строениям. В одном произошло замыкание, из-за чего сгорели телевизор и некоторые другие электроприборы. Следующий удар пришёлся в соседнее здание полуговой 17, которая пострадала в куда большей степени. В среду несколько ударов молний было. Четыре или пять. Аж под рогами земля дрогала. Вот одна молния попала, одна сошка сюда, одна с соседями попала. И возгорание пошло. Хорошо, что дома никого не было. Вот практически от дома ничего не осталось. Будем заниматься восстановлением. Что делать? Хорошо, что все живут. Кто-то из проезжавших мимо по трассе людей заметил возгорание. Подъехали ближе и увидели страшную картину. Языки пламени пожирали крышу, выбивали стёкла. В помещениях всё терялось в огненной стихии. Тут же вызвали пожарных. Пока те добирались до села, люди пытались сделать хоть что-то своими силами. Пригодился находящийся во дворе надувной бассейн. Это всё, что осталось от дома. Молния, скорее всего, попала вот в эту вытяжку, после чего огонь распространился на остальные помещения. И дом загорелся. Жильцы в тот злополучный день уехали. Дома оставалась лишь кошка. Питомец, увы, не выжил. Но если бы не соседи и посторонние люди, ущерб самому зданию мог оказаться значительно большим. Очевидцы не снимали происходящее на видео, как это водится в последнее время, а старались, чем только возможно, помочь тому, кто попал в беду. К слову, 38 лет назад дом здесь уже горел. Тогда тоже обошлось без человеческих жертв. И вот новый пожар. Страховки на случай ЧП не было, что отметает любые сомнения в случайности происшедшего. Хозяин говорит, что постарается своими силами восстановить жилое здание. Однако работ предстоит очень много. Перекрытия прохудились, норовят упасть в любую минуту. Самостоятельно привести дом в надлежащее состояние семьи из семи человек, где большинство маленьких детей быстро не получится. Поэтому пострадавшие будут рады любой помощи. Артур Махцера, Солберди, Вести, Карачаево, Черкесия, Прикубанский район.